Добрый вечер, в эфире телеканала ЖТСУ, программа «Диалог». И у нас сегодня в гостях ректор Житсуского государственного университета имени Ильяса Женцугурова Хуат Маратулы Баймрзаев. Здравствуйте. Хочу напомнить нашим телезрителям, диалог в прямом эфире. Если у вас будут вопросы нашему гостю, можете позвонить по телефону 40-01-09, код города 8-72-82. Звоните. Давайте начнем с изменений в системе высшего образования. Вот что ожидает абитуриентов этого года, будущих ваших студентов? Я хотел бы начать с первого новости, что со следующего года, до 2021 года, каждый вуз будет выдавать образцы своего вуза. Это диплом не государственного образца будет писаться. Сейчас же у нас по всей республике все частные и государственные вузы выдают дипломы государственного образца. А с 2021 года будет каждый вуз выдавать свой диплом. Это означает, что каждый вуз будет входить в конкурентную среду. Это, в первую очередь, качество образования необходимо, чтобы поднять имидж вуза. И чтобы работодатели дали хорошую оценку, необходимо будет зарабатывать эту оценку. Поэтому каждый вуз будет стремиться, чтобы хорошо подготовили, чтобы его выпускники были все трудоустроены. Поэтому в этом направлении каждый вуз сейчас будет работать. И у нас тоже в этом направлении работаем. Мы сейчас, я в прошлом году открыл отдел трудоустройства и формирование контингента. Называется, функция этого отдела в основном входит при университете. Он будет изучать рынок труда в нашей области и в Казахстане. Какие необходимые специалисты нуждаются в рынке труда. Поэтому мы сейчас изучили рынок труда и ввели такое новшество, что раньше, если выпускников мы распределяли где-то апреля, мая месяца, то мы сейчас их распределяем в ноябре месяце, чтобы в ноябре распределить. И они после Нового года практику производственную, педагогическую проходили в той организации, куда мы распределили. Это идет адаптация студентов к практике. Поэтому у нас практикоориентированное направление уже идет. Я думаю, это хороший результат будет. Потому что мы уже в ноябре месяце, до выпуска, будем знать, сколько уже наших выпускников трудоустроены и сколько остается недоустроены, и нам будет работать в этом направлении. А также необходимо будет изучать потребность работодателей. Каких они хотят видеть выпускников, каких специалистов они хотят. Вот вопрос главный в этом. Скажите, вы говорили насчет своего образца диплома. Вы уже дизайн разработали или это будет по всей республике один диплом? Нет, каждый вуз будет разрабатывать свой образец диплома. Поэтому мы сейчас дизайнерами работаем. И поэтому этот будем выносить на ученый совет университета, где будем обсуждать и утверждать этот образец диплома. А так после этого мы будем выносить его в наблюдательный совет университета, где будем утверждать этот образец диплома. Там даже будет меняться цвет или единый будет? Да, нет, там будет меняться и цвет, а также логотип каждого вуза свой будет. Вот такого образца. А вот насчет востребованности. Скажите, каждый год сколько студентов заканчивают ваш университет и сколько процентов у них трудоустроено? У нас ежегодно примерно полтора тысяч студентов выпускается. Это включая и заводчинное обучение дистанционное, и дневное отделение. Из них 80% у нас трудоустроены. И поэтому это очень хороший показатель. Потому что основном мы сейчас закрываем педагогические специальности нашей области, а также экономисты юристов. Поэтому 80% это хороший показатель для университета. Это среди всех региональных вузов государственных Казахстана? Да. Тут уже, наверное, будем говорить о рейтинге. Вот на каком уровне находится наш ЖТСУский университет? Ну, мы участвуем в рейтингах и международных, и в казахстанских. Независимые агентства рейтинговые есть. Давайте о рейтингах поговорим чуть позже. Ответим на вопрос наших телезрителей. Мы вас слушаем. Говорите. Добрый день. У меня вот такой вопрос. Как известно, в этом году изменен электронный журнал в ЖТСУ. И там появилась графа, где высвечивается, сколько занятий, так сказать, прогулял студент. Как эффективно это отразилось в образовательном процессе? Можете об этом рассказать, пожалуйста? Спасибо. Ну, во-первых, эта программа, разработанная нашими программистами университета, она называется «Джитсу Смарт». Поэтому она начинается не только с журнала посещения, журнала студента. Она посещается с поступления в университет студента. С первых дней уже, да? С первых дней она идет в эту информационную систему. А то вот ваш вопрос, она дисциплинирует студента. Например, если раньше студенты бегали за преподавателями, узнавали свои оценки. А с этого года мы ввели, чтобы каждый студент, зная свою пароль, заходил в свой портал и узнавал, сколько пропусков у него есть, какие баллы промежуточные итоговые получала. И каким баллами они выходят на экзаменационную сессию. Поэтому это, с одной стороны, создаются условия для студентов хорошие, прозрачность, чтобы они сами знали. И своевременные преподаватели должны ставить им промежуточные и экзаменационные сессии. Поэтому у нас с этого года, если 30 пропусков студент пропустил, то оно автоматически отчисляется, если без уважительных причин. Поэтому это, с одной стороны, дисциплинирует, и, с другой стороны, это удобство для студентов. А на час я встречался с студентами, ну, это нормальное явление, потому что цифровизация идет по всему Казахстану. Я думаю, если студент будет дома сидеть и узнавать, а также родители могут узнавать через код студента, заходить и как обучается... Не выходя из дома. Из дома своих сыновей, узнавать своих студентов, своих детей, в каком состоянии обучается он, и какая проблема у него есть. Если какие-то проблемы есть, они могут обратиться к руководству, деканам или те же предметным преподавателям, узнавать, по чем причина. Это удобство и для родителей только тоже дается. Это как в школах же, у нас тоже электронный журнал есть, но дневники. Но у нас электронный журнал она называется. Она удобна для студентов, потому что студенты уже через онлайн-режимы, через интернет свой заходят, узнают свою успеваемость. А также он будет ориентироваться, и когда какие предметы надо будет сдавать, и какие сроки надо сдавать. И эти задачи он будет уже выполнять, и в эти же сроки он будет узнавать. Он не будет зависеть от преподавателя теперь, он из журнала узнает, какие даты, какие предметы надо будет сдавать, и какие баллы максимальные есть, какие минимальные баллы, он уже будет знать. Это и преподавательскому составу удобно зашел, как студент учится, пропустил, тоже может увидеть. Здесь напрашивается вопрос дистанционного обучения. То же самое у вас, эта система внедрена. Как работает дистанционное обучение у нас внедрено в университете, мы один из первых ввели его с 2011 года. И поэтому сейчас дистанционное обучение, наши студенты тоже заходят через онлайн-режимы, через свой код, и напрямую через видео заходят и сдают в онлайн-режиме свои предметы, экзамены. Например, если раньше им необходимо было приезжать в областной центр, в университет и сдавать сессии, это такие трудности, и многие из них работают. И поэтому с работы отпрашивают, это долгий такой процесс идет. А сейчас они дома сидя, могут заходить в свой портал и напрямую сдавать сессию. А также они узнают, когда, какие предметы сдаются. И дистанционно через наш факультет дистанционного обучения мы раздаем программы, какие предметы, по каким программам они должны готовиться, и когда они должны, какие числа сдавать эти свои задачи. И поэтому это очень удобно, это во всем мире дистанционное обучение практикуется. Я думаю, у нас тоже это отлажено и удобство для студентов создано. Но несмотря на это, скептики на это дистанционное обучение смотрят с осторожностью, говорят, знания полные они не смогут получить. Как прокомментируете? Но это зависит от человека. Если человек захочет получить знания, он может настроиться, и через дистанционное обучение может получить эти же образования. Я думаю, если те программы, которые у нас даются в дистанционном обучении, если все эти программы будут выполняться, и все эти программы он успешно сдаст, у него будет образование хорошее. Ну, давайте вернемся к тому вопросу о рейтингах. На каком уровне сейчас находится ЖГУ? Ну, мы участвуем и в международных рейтингах, и в казахстанских международных независимых аккредитационных центрах есть. И в этом международном аккредитационном центре по Казахстану мы занимаем восьмое место. Это очень хороший показатель. А также мы участвовали в рейтинге КУИС. Это Средняя Азия и развивающие страны Европы. Мы участвовали в 206 вузов в рейтинге, и мы попали в топ-300. Это от 250 по 30 место мы вошли в этот рейтинг. Этот рейтинг тоже показывает хороший уровень нашего университета. А чтобы попасть в этот рейтинг, очень жесткие условия там установлены. Поэтому все критерии там есть. И в соответствии с этим критериям мы в прошлом году попали в этот топ-300 лучших вузов, развивающих стран Европы и Азии. А также... Давайте продолжим. Есть вопрос телезрителя. Мы вас слушаем. Говорите. Здравствуйте. У меня вопрос к коллектору такой. Я сам студент. Учусь по специальности журналистика. И мне такой вопрос интересует, будут ли привлекаться в дальнейшем журналисты, которые работают, может быть, с каких-то республиканских телеканалов, может, с местных, чтобы они проводили нам мастер-классы, может, предметы какие-то вели. Ну, конечно, для роста. Это очень хороший вопрос. Потому что сейчас без практики не обойтись. Потому что во встрече со студентами меня всегда задают вопросы, как раз по специальности журналистики. Они хотят видеть побольше практиков в учебном процессе. Поэтому мы сейчас меняем направление. Мы побольше хотим охват сделать программе, чтобы практики пришли и провели мастер-классы с нашими студентами. Поэтому мы в прошлом году приглашали. И в этом году у нас запланировано, мы хотим пригласить с зарубежными партнерами специалистов по журналистике. Потому что, чтобы наши студенты могли сравнить зарубежную журналистику, нашу журналистику, и ориентировались. Поэтому, я думаю, очень хороший вопрос. Мы в этом направлении работаем. Ну, здесь напрашивается вопрос. У вас же была система академической мобильности? Она продолжает свою работу? У нас академическая мобильность продолжается. Это мы ежегодно отправляем за рубеж наших студентов. Сейчас, с прошлого года, за рубеж выезжают те студенты, у кого есть Айлос. Там 5,5 баллов выше Айлос. И мы эти студенты направляем по разнорадке, которую нам дает министерство. В основном мы направляем сейчас в Польшу. В прошлом году ездили в Чехию, в Россию. А также в этом году мы отправляем в Турцию студентов по академической мобильности. Мы отправляем те вузы, с кем мы имеем партнерство. Поэтому академическая мобильность идет. И поэтому по академической мобильности мы еще сейчас внедрили программу, дух дипломную программу. Это совместная программа с партнерами. Например, у нас есть с Польшей, там с вузом по дипломной программе международной, по магистратуре. У нас уже есть 4 выпускника, которые выпустились и получили 2 диплома. Диплома Житовского университета и Лозанский технический университета Польши. Очень эффективная работа. Сырақ барыкен, қазақ тілінде, койыңыз, біздің даптырымыз. Сәлем атсыздыр ма? Сәлем атсыз. Мен бір сұрағым бар еді. Койыңыз. Казырмына қаратау бойында жетсу мемлекет университетінің студенттерінің арналан жатақ ана салым жатыр ой. Сол, қаншалықты қажет университет студенттеріне, өзінің ғана екі жатақ анасында бағалар студенттерге сұраныз орын жетпей жатырма, сол жатырға анатуралы айтып керседе беді. Рахмет. Енді бұл өздеріңіз білестер ел басының бес бағыты болды. Әлеметтік жағдайда соның үшінші бағытында осы студенттерінің Қазақстан бойынша жатақыналар салу тапсырма берілген болатын. Босы тапсырманың орында алу бағытында біздің облыс біздің әкімі амандыға басылу бат алып, осы қараталы бойындағы әбжетияны жатақынаның қазір бітіріп біздің студенттерге балансыға бергел жатыр. Ол өте жақсы, үйткені жана жатақына, үйткені көбісі қазірде жазып жатыр, жанағы сайтқа да жазып жатыр, керегіне оның деп. Біз бүгінгің көмен қарасып тұр болмайды олып сұрақты. Бізге келеш ектіде 5 жылғы бұрын ойылану керек. Келесі 5 жылдан кен студенттер саны өсіп жатса, студенттер келгенің бір жатақына сүретін боса, бұлда әлеметтік бір қиыншылық болатын болады. Сондықтан да кәзір бізге облыстына әкімі көмектесіп, осыны бізге беріп жатыр. Бұл Қазақстандағы ең бір жақсы жатақынаның болып саналып тұр. Сондықтан да мен ойлайым, біздің студенттер неге? Алматы, әсіп жатса, әлеметтік бір жатса, әлеметтік бір жатса, әлеметтік бір жатса. Ну, это общежитие, конечно, лучше выглядит, чем какая-нибудь гостиница даже. Это, получается, студентам такие условия будут создаваться? Мы хотим, чтобы все общежития Казахстана были таким же, как наш. Это в одном комнате проживает будет три студента, и там санузлы все в этой же комнате. Это создаёт хорошие условия, домашние условия. Я думаю, и в каждом этаже есть читальная комната, комната отдыха, есть столовая, есть кинозалы. Все условия для получения хорошего образования создаются. Я поэтому хотел бы спасибо сказать Акиму область нашим Аману Габасовичу. За такие хорошие условия. Давайте продолжим. Рейтинг вы не договорили, сказали, еще какие-то где-то ЖГУ занимает определенное место. Я хотел бы еще сказать про рейтинг Атамикен. Палата Атамикен, предприниматели, вы знаете, они уже в течение трех лет проводят рейтинги, и у них жесткие критерии в этом рейтинге. И основной критерий – это трудоустройство, зарплата выпускников идёт, и потребность. И в этом направлении у нас 22 образовательных программы участвовали в прошлом году в этом рейтинге. Из 22 программ, из 22 программ, 10 программ наши вошли в десятку лучших программ. И это говорит о том, что эти 10 программ, например, из них 3 программы, это они заняли первое место в нашей республике среди вузов, которые участвовали в этом рейтинге. Это тоже хорошие показатели. Это труд наших преподавателей, которые смогли такую программу создать и дать по этой программе образование. А также по трудоустройству тоже был рейтинг Атамикен. И у нас тоже 80% – это хорошие показатели. Минимальные показатели для университета – это 50%. И по специальности должно быть. У нас как раз соответствовал по всем этим критериям. Я думаю, это успех преподавателей и сотрудников, которые работают в этом программе. Однако, давайте я задам вопрос, который волнует многих наших телезрителей. И этот вопрос всегда задается нам. Вот смотрите, как вы, в принципе, относитесь к различным рейтингам вузов? Как к неизбежному злу, который надо учитывать в своей работе просто, потому что так сложилось? Или же все-таки как к какому-то объективному показателю, который отражает реальную картину? Ваше мнение? Ну, я думаю, надо все стороны посмотреть на эти вопросы. Потому что много объективных причин бывает. Но самое главное, студент, если шагнул порог университета, для него главная цель должна быть – это получить образование. И чтобы он получил хорошее образование, это университет должен работать на этого студента. Чтобы потом, после выпуска, он был трудоустроен. И в этом направлении много работы пройдется делать в нашем университете. И какие-нибудь региональные планы, присущие вот именно краю ЖТСУ, у вас реализуются? Может, в планах есть или, может, уже действуют? Мы изучили рынок, и в прошлом году мы открыли для нашего региона специальность агрономии. Так как аграрной регионом мы являемся, поэтому у нас как раз не хватало. Очень востребованная профессия. А также мы сейчас изучили на 5 лет перспективы рынок труда в нашей области. И в этом направлении сейчас нам необходимо будет… Мы создали центр, офисный центр при университете. Этот офисный центр будет работать, создавать эти программы для области, по каким направлениям мы будем готовить, и изучать рынок труда. Это, думаю, в перспективе решить все вопросы и о трудоустройстве, и о потребностях кадров. И самое главное, нельзя забывать, каким хотят видеть работодатели наших выпускников, каким качеством они должны владеть. Вот в этом направлении будет работать наш офисный проектный центр. Ну а теперь давайте немного о грустном поговорим. Вот сейчас все учебные заведения начали защитные какие-то меры предпринимать против коронавируса. По всему Казахстану вроде бы как была поставлена задача организовать. Как у вас это проводится? Ну, в первую очередь, необходимы профилактические меры. Мы провели со студентами, с преподавателями, со всеми профилактической работы, объяснили и в каждом корпусе вывесили при вирусах необходимые какие меры принимать и какие соблюдения антивирусных мер. А также в каждом корпусе поставили антисептики всякие, чтобы студенты могли дезинфекцию проводить при входе в столовые, при входе в занятия или когда на выходе. Во всех корпусах установили. Это профилактические меры, которые необходимы. Ну, даже если не коронавирус, можно и другие. И других. Ну, самое главное, это надо профилактику хорошо проводить. Если люди будут соблюдать профилактические меры и нормы, я думаю, вирус не страшен. Теперь скажите, пожалуйста, мало осталось до конца нашей программы. Какие у вас пожелания вашим студентам, вашим преподавателям? Немного мы о преподавателях не поговорили, и все-таки ваши пожелания им через наш телеканал. Ну, я хотел бы пожелать в первую очередь нашим студентам, если не будет студентов, то не будет и ректора, и преподавателя. Мы все работаем на них. Поэтому я хотел бы им сказать, если они поступили в наш университет, то они должны быть патриотами своего университета, они должны получать образование, требовать образование от нас. Они должны требовать хорошее образование от нас, и мы должны дать это. А также я хотел бы нашим преподавателям сказать спасибо, что сейчас наш житовский государственный университет Емелья-Сиан-Сугурба вот рейтинги рассказал, котируется хорошо. И в прошлом году, в 2018 году, когда я побеседовал с коллективом, был поставлен вопрос о зарплате, что у них низкие зарплаты были. И поэтому в 2018 году, с 1 марта, мы подняли зарплату всем сотрудникам в среднем на 42%. А с этого года, с 1 января, для преподавателей на 25% подняли зарплату. Это хорошая схема. А также мы ввели такое имиджевое направление, чтобы если наши преподаватели, которые преподают по лизичных группах, у нас в университете есть 9 по лизичных программах, где 39 групп обучаются студентов. И если преподаватель имеет IELTS 5,5 баллов выше, то они имеют право идти в аудиторию и преподавать. И за то, что они по лизичной группе преподают на английском, на иностранном языке, идет симулирующая зарплата 30 тысяч преподавателям. На этой хорошей ноте давайте завершим нашу программу. Спасибо вам большое, что пришли и ответили на вопросы наших телезрителей и на наши вопросы. До свидания. Встретимся ровно через неделю.